трое лучших русских часов в этом ролике друзья здравствуйте сегодня хочу предложить на ваш суд три модели которые на мой взгляд претендует на статус лучших русских часов без шуток я постараюсь рассказать все самое интересное про каждую из них и в конце ролика мне было бы очень интересно увидеть ваше мнение какая из этой троицы понравилось вам больше всего или возможно какие модели вы бы предложили в качестве лучших русских часов вполне возможно через какое-то время мы сделаем обзор и про них тоже начну рассказ того что объединяет наши три модели а их объединяет использование иностранных комплектующих во всех трех часах стоят импортные механизмы и корпуса циферблаты тоже из импортных компонентов тем не менее я считаю что это действительно российские часы потому что они были придуманы дизайн был создан разработан именно в россии собраны они то есть финально произведены и протестированы тоже именно в россии ну а почему от часов не стоит требовать наличие мануфактурного российского механизма объясню в конце ролика если вас интересуют часы российских марок обратитесь на сайт авиатор тайм ру или в их магазин на новом арбате 15 компания авиатор тайм уже больше 20 лет представляет все отечественные марки часов здесь работают действительно профессионалы и наверняка у вас возник вопрос я говорю про трое часов а на столе у меня стоят всего две коробки все в порядке считать по крайней мере до трех я умею дело в том что третью модель мы уже снимали она уже появлялась наших обзоров речь идет про часы русская рулетка от торгового дома слава идея этих часов принадлежит ивану охлобыстину и мы видим что дизайн во многом повторяет барабан револьвера того самого оружия с которым связано само понятие русская рулетка такая очень своеобразная лотерея очень своеобразная игра не на жизнь а действительно на смерть некоторые говорят что в русской рулетки торговый дом слова скопировал чьи-то идеи я здесь копирование не вижу если говорить про часы как игрушку то для меня эта тема начинается вообще с модели жерар перегу с такого однорукого бандита своеобразного различных попыток интегрировать часы рулетку или русскую рулетку тоже было достаточно но только у торгового дома слова мы впервые видим рулетку двустороннюю корпус часов состоит из нескольких элементов и вот эта внутренняя часть она реально вращается как барабан пистолета и когда она становится в одном из шести окон на задней крышке часов мы увидим тут тот самый патрон тот самый патрон который в общем-то и призван решить судьбу игрока часы можно использовать как своеобразный спиннер просто для развлечения и можно как инструмент для гадания нужно крутнуть барабан подождать пока он остановится и нажать кнопочку тогда если наш патрон оказался в стволе в окошке около 12 часов мы увидим череп увы внутри часов работает механизм миота и создателям модели пришлось немало постараться для того чтобы во-первых подобрать достаточно компактный механизм а во-вторых защитить его от магнитных полей дело в том что система которая обеспечивает остановку патрона ровно в одном из окошек основана на магнитах и здесь использовано несколько интересных запатентованных решений естественно что это часы не на каждый день и наверное не для всех впервые модель была показана на выставке москового чекспа 2019 в октябре прошлого года и первоначально планировалось выпустить первую партию из 100 экземпляров лимитированную серию а примерно в апреле этого года но известные всем корона приключения сейчас сдвинули все сроки и скорее всего первые модели мы увидим только ближе к осени и кстати вторая причина почему мы не стали брать эти часы на съемку говорят что финальная версия будет немножко отличаться от тех прототипов которые мы видели на выставке будет изменен циферблат и еще некоторые элементы первоначально на славе оценивали розничную цену где-то в районе 100 тысяч рублей сколько она будет в итоге я к сожалению не знаю но уверен что своих 100 покупателей эта серия точно найдет моё знакомство со следующей моделью из нашей троицы началось с проекта по тестированию водонепроницаемости часов наверняка вы помните что это зимой совместно с компанией сейка и мастерской свистмастер мы предложили всем подписчикам канала проверить ваши часы на экстремальную водонепроницаемость до 1250 метров и пришло больше 30 человек но большинство проверяли часы на давление 100 200 метров но однажды в дверях свистмастер возник скромный мужчина который попросил проверить принесенные им часы на давление соответствующее 1100 метров ребята мастерской на всякий случай переспросили 1100 вы ничего не путаете потому что цифра реально запредельная нет 1100 ответил мужчина и передал вот такие часы оказалось что мужчина представлял мануфактуру 6 мх и принес часы к 278 комсомолец к удивлению ребят из мастерской часы совершенно спокойно это опять же испытание издевательства перенесли мануфактура 6 мх уже известна подписчикам нашего канала не так давно у нас вышел ролик про морской хронометр 6 мх который собственно и дал название компании дело в том что мануфактура 6 мх стала наследницей цеха специальных серий 1 московского часового завода полет и в советское время там изготавливали морские хронометры и на самую различную такую очень специфическую продукцию те традиции сохранены и сегодня сохранился и коллектив который работал в этом цехе на специальных серий и не так давно компания выпустила вот такие часы история их появления тоже довольно необычно как я сказал цех специальных серий 1 часового завода исторически разрабатывал очень много разных необычных изделий не только часов и в том числе для военных и здесь не особенно удивились когда на к ним приз пришли представители минобороны и попросили сделать наручные часы с водонепроницаемостью 1100 метров кто и куда собирался нырять на такую глубину это осталось военной тайны а то что мы с вами имеем на выходе мы имеем вот такие часы часы на циферблате которых а цифра водонепроницаемость 1027 метров почему такая цифра почему часы носят название к 278 комсомолец дело в том что комсомолец к 278 это название уникальной подводной лодки в 1985 году это подводная лодка советская лодка совершила рекордное погружение она достигла глубины 1027 метров на такой глубине подводная лодка абсолютно недосягаема для любых средств противолодочной борьбы а сама между тем вполне может вести на боевые действия и в память именно об этой лодке были созданы вот эти часы как я сказал их водонепроницаемость реально без всяких шуток 1027 метров и даже больше в нашем проекте их испытывали на 1100 метров часы достаточно необычные они выглядят массивно и увесит весят под 300 грамм корпус имеет диаметр 44 миллиметра и каждый элемент этих часов сконструирован для того чтобы помочь выдерживать вот это огромное давление в 110 атмосфер стекло здесь имеет толщину 3,6 миллиметра остальная задняя крышка 2,8 миллиметра часы укомплектованы стальным достаточно тяжелым таким очень серьезным браслетом застежка здесь раскладывающиеся имеет специальный удлинитель который позволяет легко увеличить длину на нашего браслета примерно на сантиметр даже больше наверно сантиметра на полтора интересно выглядит рант он такой сделал здесь необычного дизайна рассчитан на 120 щелчков естественно что рант однонаправленный головка завинчивающиеся а чуть выше головки мы видим гелиевый клапан для того чтобы выпустить гелий из часов необходимо его открутить естественно как у всех часов для подводного плавания на циферблате и стрелках использована свет накопительная краска минутная стрелка сделана оранжевой для того чтобы она была совершенно четко видна для того чтобы мы совершенно четко могли видеть время погружения на задней крышке изображена подводная лодка и надписи комсомолец и к 278 надпись к 278 присутствует также на застежке вместе с логотипом мануфактуры 6 мх в силу неизвестных мне причиной часы не заявлены как часы соответствующие стандарту iso 6425 то есть часы для подводного плавания хотя по всем внешним характеристикам они более чем этому стандарту соответствуют ну а что касается давления которое они способны выдержать мы уже говорили 1100 метров цифра абсолютно запредельная причем эта цифра проверялась и производителем и вот как мы видели она совершенно легко была проверена в ходе нашего того самого водяного краш теста всего было выпущено 600 экземпляров таких часов 500 достались министерство обороны заказчику и 100 пошло в обычную продажу ну правда в компании говорят что осталось уже давно не 100 осталось меньше половины от этого числа цена на сайте производителя 54 тысячи рублей рассказ про третье часы я начну с коробки потому что это надо видеть перед нами часы штурманские коробка часов имеет вот такой вид она повторяет дизайн спускаемого аппарата космического корабля штурманские это первые часы которые побывали с человеком в космосе и естественно что марка продолжает космическую тему том числе модель из нашего обзора посвящена марсу посвящена исследованием марса у нас не так давно был лайф с руководителем с основателем марки штурманские с валентином волосько и валентин подробно рассказывал про эту модель про то почему и как ее создавали часы реально необычные часы имеют абсолютно необычный корпус мы видим что механизм как бы подвешен внутри корпуса часов обратите например внимание на боковины корпуса вот эти оранжевые части это не краска это эмаль а не так много я думаю встретите часов которых эмаль использована не при оформлении циферблата уже это считается очень крутым и очень дорогим а при оформлении элементов корпуса как это сделано здесь мы можем обратить внимание на винты и вообще вот на этих три держателя на которых подвешен механизм внутри корпуса вот лично мне они напоминают лепестки стыковочного аппарата космического корабля в семьдесят пятом году когда была программа союз-аполон как раз таки был разработан универсальный стыковочный узел который состоит вот из таких вот трех лепестков эти лепестки взяты с нас за основу дизайна данных часов оранжевые элементы элементы повторяющие цвет вот этой красной планеты мы видим не только на внешней части корпуса часов но мы видим и внутри на той самой капсуле внутри которой заключен механизм и еще один элемент который обращает на себя внимание необычный блокиратор заводной головки часы не являются часами для подводного плавания здесь зашкаливающей водонепроницаемости нет нет здесь и завичавшейся заводной головки но вот этот блокиратор позволяет ее защищать мне очень нравится как он сделан штурманский это одна из моих любимых марок мне нравится как сделаны абсолютное большинство моделей ребята в компании volvox действительно вкладывают душу в каждые свои часы не посмотрите на то как подобран ремешок к этим часам то есть насколько вот ремешок гармонирует с корпусом насколько здесь подобраны цвета здесь не просто оранжевая вот реально очень ярко оранжевый как выполнены все все даже маленькие детали этих часов задняя крышка здесь сделано прозрачной ну хотя прозрачной или непрозрачной сказать сложно потому что у самой капсулы крышка закрыта а вот сквозь это стекло очень интересно наблюдать как с обратной стороны часов иногда проплывает секундная стрелка как будто действительно какое-то космическое тело пролетает над вашей головой у данной модели есть версии на силиконовых ремешках но мне больше всего нравится именно вот это исполнение вариант с таким синий оранжевым кожаным ремешком смотрится ну просто чума и на руке и в руках корпус часов достаточно большой он имеет диаметр 48 миллиметров и толщину 14 миллиметров внутри использован механизм от сейка от сейка инструмент то здесь тоже самое не мануфактурный механизм дело в том что здесь нужно было опять же подобрать механизм достаточно компактный механизм с хорошими характеристиками большому сожалению в россии мы этого найти не можем первая партия марса продавалась по цене около двух тысяч долларов и вот как говорил валентин володьков в нашем лайве почти моментально ушла зарубежным покупателем сейчас в россии эти часы можно купить по цене под 77 тысяч рублей модель на мой взгляд очень интересная прежде чем подвести итоги напомню что партнером этого выпуска стала компания авиатор time точка ру ее магазин на новом арбате 15 это расположение рядом с метро парковка прямо у входа и максимально широкий выбор российских часов здесь работает практически со всеми производителями если вас действительно интересует российские часы загляните на сайт а лучше загляните в этот магазин новый арбат 15 многие привыкли считать что российские часы обязаны быть дешевыми однако вы видите что среди того что делается в нашей стране есть и вот такие интересные модели модели которые ну просто не могут стоить дешево и хочу сразу сказать ответить тем кто начнет жаловаться что нет российского мануфактурного механизма российский мануфактурный механизм вещь очень дорогая проект крайне дорогой например еще раз пересмотрите live с валентином володько там он называет цифру во сколько обошлось создание производства населите создание по сути производства копии механизмов это 120 миллионов долларов я думаю что реальных ценителей кто готов платить за именно там мануфактурный механизм ну в россии наберется ну там тысяча две может быть пять и вот эти 120 миллионов долларов попробуйте поделить на 5000 реальных ценителей российских мануфактурных часов я думаю что цифра не порадует никого россии производят механизмы производят разные механизмы в том числе есть такое уникальное явление как мануфактура константина чайкина и я надеюсь что уже скоро мы расскажем вам про еще одни марсианские часы новое творение которое сделал константин чайкин а к вам просьба напишите какие из этих трех часов понравились вам больше всего или какие еще модели вы бы включили в число лучших русских часов подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы увидеть еще больше интересного из мира красивых вещей и сложных механизм до новых встреч украинский